Всем привет! Давайте поговорим сегодня о вещах, которые делали во времена СССР. Мне в руки попала вот эта вот замечательная игрушка, которую когда-то давно, в 90-е годы, я подарил своему маленькому брату. Брат уже вырос, игрушка скорее всего поломалась, но память осталась. К сожалению, года берут свое, и многие детали этой игрушки, наверное, уже проржавели, так что запустить ее с первого раза не удалось. Но я надеюсь ее вскрыть, найти поломку и восстановить ее в том виде, в котором она была. Это мини-синтезатор. Конечно, он предназначен для детей, но учиться играть на нем музыку и исполнять веселые мелодии можно было, когда он работал, конечно. Замечательное свойство этого синтезатора в том, что он может запоминать мелодию и воспроизводить. Кроме того, в нем было зашито несколько веселеньких мелодий тех времен, 90-х годов. Давайте вскроем и посмотрим, из чего была сделана эта замечательная игрушка. Болты я открутил заранее, чтобы не возиться с ними в этом ролике. Очень легко снимается клавиатура этого мини-рояля. Как видите, все сделано просто, надежно и со вкусом. Клавиши нажимаются, кнопочки работают. Под крышкой мы можем видеть печатную плату. Исполнена она не очень аккуратно. Можно видеть, что паяли ее, скорее всего, вручную. Под клавишами находятся медные контакты. Вот этот динамик. И выключатель. Из каких же деталей собрана была эта игра? Итак, я открутил болты. И посмотрим изнанку жизни. Вот. Как видите, делать игрушки в советское время умели из минимума. Всего одна микросхема, три транзистора, пара конденсаторов и немножко резисторов. Практически пустая доска. При этом с памятью. С хорошей клавиатурой. Довольно крепкая и надежная. В ней что-то сломалось. Я постараюсь найти поломку, починить. И если мне удастся это сделать, я покажу вам, как этот агрегат может наигрывать веселенькие мелодии. Продолжим. Сегодня, как и обещал, я покажу вам, как я буду ремонтировать игрушку моего брата, сделанную еще во времена СССР. Я уже немного с ней повозился и выяснил ряд поломок. Как оказалось, один из транзисторов 315 КТ и один из конденсаторов с возрастом уже утратили свои свойства. Мне пришлось их слегка подлечить и подлатать. Далее я стал проверять динамик. Проверять его достаточно просто. Еще в годы своей школьной юности я проверял динамик на щелчок. Подсоединяя батарейку я слышал либо характерный звук, либо ничего. В данном случае динамик, похоже, приказал долго жить. Я его заменю. Так как под рукой у меня нет достаточного количества подходящих деталей, то заменяю я все элементы на то, что есть в наличии. Как видите, 315 я заменил на транзистор с блока питания. По параметрам он вполне сгодится, чтобы сделать небольшой усилитель низкой частоты. А динамик я взял из компьютера. Допотопные компьютеры часто снабжались вот такими вот звуковыми головками. Я отрезал разъем. На всякий случай проверил динамик. Как видите, по характерному отрезку можно убедиться, что катушка динамика исправна. И сейчас я собираюсь заменить динамик на этой плате на исправный. я ослаблю крепежные болты. И просто сниму звуковую головку, которая уже не работает. Я не стал снимать, как я возился с паяльником. Ничего сложного в этом нет. Я просто взял однотипный транзистор и припаял его к ножкам сгоревшего. получилось достаточно эстетично. Ну а в корпус он вполне поместится. От старого динамика мы избавились. Его магниты я буду использовать в дальнейших экспериментах для моего сына. А на плату постараюсь закрепить вот эту звуковую головку. Когда у меня еще не было паяльника, я часто пользовался скруткой. В свое время в радиотехнических журналах, которые описывали японские технологии, я вычитал интересную вещь. Оказалось, что для звуковой аппаратуры high-end и high-tech вместо обычной пайки применяют именно скрутку. вот ее, конечно, не мешает заизолировать, но прежде чем изолировать, я хочу проверить работоспособность схемы. Когда я искал неисправность транзистора, я уже подключал питание и при помощи вольтметра измерял напряжение на выходах усиливающего каскада. итак, клавиатура у меня под рукой. Подсоединим батарею. Эта игрушка работала от 4-х пальчиковых батареек. Это примерно 5 вольт. Думаю, напряжение 3,5 вольт не критично. И для испытания вполне пригодно. Так, вот уже слышен треск. Ну вот, хоть и не все клавиши, моя игрушка уже заработала. Я немножко почищу контакты, это будет потом. По крайней мере, мы добились успеха. Звуки идут. Давайте проверим память. Так, клавиатура у нас располагалась вот так. Выключатель. Так, вот программатор. Средняя кнопочка записывает наигранную мелодию. Нажимаем. Наигрываем. Вполне достаточно. Так, а извлекает ее крайняя кнопка. Проверяем. А неплохо получилось. Ну, на самом деле, эту мелодию наигрывал не я. Эта мелодия зашита в микросхеме. Ну? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...